Бескрайние поля Биологически активные вещества растений более родственны к человеческому организму. Они предназначены для длительного приема, который, в отличие от химических лекарств, служит укреплению организма. Несмотря на их высокую эффективность, у них практически отсутствуют побочные действия, зависимости, осложнения и синдром отмены. Первые успехи в области превращения растений в твердые формы были еще в СССР. Тогда на прилавках начали появляться таблетки, преимущественно от кашля. В народе они получили название «копеечные» из-за цены. Кстати, травы, нужные для их производства, тогда были на строгом учете. Было очень много фитосовхозов, которые выращивали именно лекарственные растения. Государство регулировало, оно уже было раньше плановое. Получается, как раз-таки государство знало, сколько нужно вырастить, да, каких травок для того, чтобы населению этого хватало. После распространения антибиотиков и гормональных средств в 60-х фитотерапию признали бесперспективной. Однако история циклична, поэтому интерес к растительным лекарствам вновь просыпается. Популярность фитопрепаратов сегодня продиктована не только трендом на экологическое потребление. Это своеобразная реакция на стремительное развитие в 20-м веке разработки и производство препаратов химического синтеза. Естественно, после такого пика медикализации, да, мы ищем все-таки какой-то баланс. Риск побочных, в том числе токсических эффектов, он меньше. Но надо понимать, что в качестве фитопрепаратов там содержатся вещества, да, они природного происхождения, но концентрации зачастую гораздо выше, чем это характерно для человека в обычном рационе питания. Поэтому, безусловно, фитопрепараты не могут иметь и побочные эффекты, но частота их и выраженность их, она будет меньше. Несмотря на всю привлекательность природной терапии, работать с растениями непросто. Из-за большой вариации в содержании биологически активных веществ в сырье можно не достичь оптимального эффекта. Поэтому для работы с фитопрепаратами важно иметь знания в области ботаники лекарственных растений. Работа с синтетическими лекарствами проще, в том плане, что формула действующего вещества всегда стабильна, ее просто надо воспроизвести. С растениями все иначе. Факторов, способных повлиять на содержание биологически активных веществ в растительном сырье, множество, начиная от погоды и заканчивая технологиями переработки. Плантации, где эти растения растут, они сами по себе могут иметь разное количество накопленных полезных веществ. На это влияет и характер почвы, и характер инсоляции. И даже, например, если это горная местность, на каком склоне горы растут эти лекарственные травы. На том, где больше солнца, либо наоборот. Зачастую подбирать условия выращивания для лекарственных растений приходится методом проб и ошибок. Ведь сегодня нет специализированных учебных заведений по подготовке специалистов по возделыванию лекарственных и ароматических растений. Проблемы доставляет и сам урожай, который иногда приходится ждать годами. Лопчатка белая, радиола розовая, потом левзея, любисток. Эти культуры, они даже, то есть, несколько лет требуются, например, для каких-то там три года, для каких-то до пяти лет, чтобы именно набрать биомассу корня и потом получить полноценный урожай. Далее все растительное сырье высушивают, и оно поступает в лабораторию для исследований. Сначала проходят микробиологические тесты, в которых вычисляют вредоносные бактерии. Также в травах проверяют физико-химическую составляющую. Основная цель – определить подлинность сырья. С помощью хроматографа вещество расщепляют и идентифицируют каждый элемент. Он должен соответствовать заданному графику. Однако есть и более быстрый метод – спектральный. Каждое вещество, оно способно выделять свой спектр в ультрафиолетовом свете. Поэтому мы эти спектры набираем в библиотеку спектров, и когда поступает партия сырья, мы можем уже на складе оперативно проверить все тарные места, сравнив их со стандартным спектром, и сделать заключение о подлинности сырья, которая к нам поступила. Если с сырьем все хорошо, оно поступает в производственный цех, где происходит процесс экстракции. Предприятие обладает лицензированным производством сухих экстрактов из растительного сырья, которые соответствуют международным стандартам качества GMP. Так называемое экстрагирование или вытяжку из травы, тех веществ, ради которых мы это и затеяли. То есть в каждой из травок есть свои уникальные вещи, которые нас интересуют. Происходит это за счет применения экстрагентов, это водный или водно-спиртовый, циркуляция в аппаратах под нагревом. При переработке растительного сырья главный фактор повреждения – высокая температура. Перегрев разрушает активные вещества, поэтому главная задача – снизить степень жара при обработке. Это ключевое условие для сбережения ценных веществ продукта. Именно поэтому полученные в процессе экстрагирования растворы упаривают, а потом сушат на суперсовременном оборудовании при глубоком вакууме, когда температура кипения воды составляет 40-50 градусов. Именно так получается сухой экстракт, из которого формируют таблетку. А дальше – фасовка и отправление на прилавки, которые из-за популярности фитотерапии пустовать точно не будут. Субтитры создавал DimaTorzok